Претензии к статье 2 законопроекта. Зачитываю пункт номер 3 данной статьи. Итак, смотрите. Для целей настоящего федерального закона используются следующие понятия. Валидация, заключение эксперта. И третий пункт это научно-методическое обеспечение судебной экспертизы. Это один из видов судебно-экспертной деятельности. Бла-бла-бла-бла-бла. Включающие разработку программ дополнительного профессионального образования по конкретным экспертным специальностям. То есть, да ладно! Наконец-то Минюст решил кого-то обучать. Однако, сейчас 17-й год. Закон муссируется 5 лет. Ни одного образовательного центра Минюстом не создано. Сертификаты продаются. Удостоверения, выдаваемые образовательными учреждениями, отсутствуют. Ни удостоверения, ни дипломы, ни свидетельства никем не выдаются. Друзья мои, о чем мы говорим? Кого вы пытаетесь обмануть? То есть, зачем я об этом вам вот так вот раззадорю вас? На самом деле, нисколечко вас не раззадорю, потому что если у вас есть какая-то специальность, по которой Минюст не обучает, хрен вы ее получите. Понимаете? То есть, вы будете вне закона. И прежде чем вот писать эту вот ахинею, да, вот этот вот, вот эти вот фразы, в этом бы законе, друзья бы из РФЦСР писали бы о том, что они обязуются в такой-то срок создать в России 8 образовательных центров, в которых будут гарантированно обучаться эксперты по всем существующим в России экспертным специальностям. Указали бы срок там 10 лет, 20 лет, но на этот срок никаких претензий квалификают судебным экспертам, которых они не смогли обучить по этим специальностям, они бы не имели право, грубо говоря, предъявлять к вам претензии. У вас редкая специальность. Вы, допустим, эксперт-гемолог, эксперт-химик, эксперт по какому-нибудь оборудованию, да, эксперт по какой-нибудь, ну, новой системе там проведения исследований, экспертных исследований. И этой специальности не существует. И вы фактически, согласно этому закону, персон нон-град. То есть, никто вас, никто вас воспринимать как эксперта не будет. Вы не специалист по этой специальности, потому что у вас нет образовательного документа по этой специальности, Потому что Минюст эту образовательную программу не создал, не внедрил, не опробировал и так далее и тому подобное. То есть очень такой вот гниленький пунктик. Дальше. Четвертый пункт. Он говорит о национальном стандарте судебно-экспертной деятельности. Ну, друзья мои, зачем они поменяли федеральный стандарт на национальный стандарт? В принципе, о том, что система вообще-то стандартов создана в оценочном сообществе. То есть там конкретно уже несколько десятков федеральных стандартов по оценке создано. Очень серьезная работа. Десятилетиями люди работают, создают эти стандарты. Зачем здесь вот это вот немножко изгаляться и менять название, я не понимаю. Разработано уже опробированным в системе оценщиков понятие, то есть федеральный стандарт. Зачем он именовать национальный? У нас что, Молдавия какая-то, мононациональная, там какая-то республика, Исландия у нас что ли, где одна нация живет. Нет, у нас много национальных стран, поэтому национальный стандарт. Ну вот Мордовия, может быть, он и прошел. Или где-нибудь, не знаю, где-нибудь в Осетии, да. Но здесь, пожалуйста, я думаю, что это неадекватный термин. Все-таки надо указать федеральный стандарт, потому что мы не на республике нацеливаем эти стандарты, а на всю федерацию. У меня понятно, я надеюсь, с точки зрения логики, лингвистической логики, которая должна у нас у всех присутствовать, надо все-таки называться федеральным стандартом. Итак, поехали.